В прошлый раз мы говорили о том, какие существуют уровни обучения. На каком бы уровне обучения вы ни учились, в любом случае вы будете сталкиваться с ситуацией, когда вам будут читать какие-то определенные предметы или курсы. Эти курсы строятся по определенному шаблону, по определенному стандарту. И сегодня мы поговорим, что такое типичный курс и как строится описание курса, и зачем оно вообще нужно. Может ли каждый из преподавателей преподавать то, что ему нравится? У каждого из преподавателей есть любимая тема, и он с удовольствием бы рассказывал о ней всем студентам. Может быть, даже рассказывал на каждом занятии. Особенно, что касается пожилых преподавателей, которые любят делиться опытом своей жизни. Но, к сожалению, такой свободы преподавателей нет. Потому что учебные курсы строятся по определенному шаблону, по определенным требованиям. И эти требования выдвигаются стандартами образования. На каждом уровне образования, на бакалаврском, на магистровском или на директорантуре, есть определенные нормы, которые задают учебную нагрузку. Что должны знать обучающиеся на этом уровне, сколько они должны прочитать, какие они должны сделать задания. И преподаватель вписывает свои любимые предметы именно в этот шаблон, стараясь поместить, конечно, гораздо больше любимой информации. Итак, когда вы начинаете обучение на курсу, вам выдают бумажку, которая называется «Описание курса». Зачем она нужна? Описание курса является навигатором того, что с вами будет происходить. В нем заключена информация о всех необходимых элементах, которые будут в вашем курсе встречаться. «Описание курса» — это тот документ, к которому вы обращаетесь, когда у вас встают какие-то вопросы. Что учить? Как найти преподавателя? Ах, что нам было задано? Ну и, конечно, самый главный вопрос — когда сдавать? Давайте посмотрим, какие элементы, обязательные элементы должны быть в описании курса. Итак, когда вы смотрите на этот документ, прежде всего он должен содержать информацию о преподавателе. Кто преподаватель, какие у него есть ученые степени, обязательно какая-то контактная информация для связи с ним. Например, электронная почта. Может быть телефон, если преподаватель достаточно открыт для общения студентов. Сейчас в интернет-пространстве это может быть и скайп, и сайт, или какая-то живая страница, где готов преподаватель общаться со своими студентами. Иногда возникает ситуация, в которой вы должны связаться с преподавателем. Это не только ситуация, когда вы не сдали предмет и должны назначить ему свидание в другой раз, но также ситуация в текущей учебе, когда вы, например, не знаете, как писать вам работу, или когда существуют какие-то перебои в расписании. Информация в описании курса дана для того, чтобы студенты могли связываться с преподавателем. Часто студенты опасаются это делать, но как преподаватель я вам могу сказать, я готова отвечать на ваши вопросы. Если вам эту информацию в описании курса дали, пожалуйста, пользуйтесь ей и обращайтесь, если у вас возникают какие-то затруднения. Что еще указывается в описании курса? Это, конечно, название предмета. Вы должны знать, что вы изучаете, и также должны знать, есть ли какие-то определенные требования к прохождению этому предмету. Какие могут быть требования? Например, если вы изучаете экзигезис какой-то книги, которая требует знания греческого языка, то требованием к курсу может служить прохождение вами предметов изучения греческого языка. Иначе вы просто не можете не справиться с поставленными перед вами задачами. На это нужно обращать внимание, когда вы выбираете тот или иной курс обучения. Также в описании курса указывают тот объем, который этот курс занимает в кредитных часах или в часах. Дело в том, что образование оценивается часами, сколько человек должен заниматься, чтобы изучить этот предмет. или в кредитных, в кредитах, что является условными единицами от часов. Поэтому, когда вы берете курс тот или иной, вы должны обратить внимание, какая нагрузка предполагается при занятии этим курсом. Эта нагрузка включает в себя и лекции, и домашние задания, и чтение, и написание письменных работ. Суммарная нагрузка скажет вам, насколько трудоемким будет данный курс. На бакалаврской программе стандартно-типичный курс будет приблизительно 2 кредитных часа, а на магистрском уровне это уже 3 и более кредитных часа. Смотрим обратно на наше описание курса. Что еще там есть? Конечно же, цели и задачи. Цель более общей выражает, для чего этот курс был разработан. Например, курс по основе академической грамотности ставит в свои цели дать необходимые навыки для обучения студентов на программе. Задачи будут детализировать эти цели по каким-то определенным предметам, дать представление об обучении, или определить, какие виды обучения существуют, или задать критерии успешности обучения. Это будут более мелкие задачи, которые приносят вклад в то, как цель это реализуется. Описание курса также содержит содержательную часть, а именно перечень тех тем, которые будут лекторам освещаться. Часто эти темы указываются с датами или указываются вместе с теми критериями проверки знаний, которые существуют. То есть тема обучения и виды обучения может сопровождаться пометкой, что данная тема потребует написания самостоятельной работы. Что еще мы можем увидеть в описании курса? Мы сейчас подходим к наиболее важной информации для вас. Это то, какие задания будут даны на этом курсе. Задания могут включать в себя чтение литературы, или написание самостоятельных работ, или участие в дискуссиях и подготовку доклада. Я рекомендую эти части описания курса выделять каким-нибудь маркером, желательно ярко-желтым или розовым, чтобы они всегда бросались вам в глаза. Как правило, эти задания указывают, сколько процентов от оценки выполнение данного задания принесет вам. То есть письменная работа может занимать 50% от оценки. Также большую часть может занимать и доклад. Участие в лекционном материале может иметь гораздо меньший вес и занимать 10%. В описании курса также указываются сроки сдачи работ. Наиболее важная для студента информация, ее желательно выделить красным цветом. И, безусловно, описание курса содержит в себе списки литературы. Литература, которая использовалась для подготовки к этому курсу, также дополнительная литература, или интература для тех, кто хочет более углубленно изучить этот предмет. Итак, подводя итог, можно сказать, что в описании курса это квинтэссенция всего того, что будет на этом курсе происходить. Перед тем, как что-то изучать, просмотрите это внимательно. Выделите те цели, или те задачи, или те темы, которые соотносятся с вашими целями обучения. И уделяйте особенное внимание изучению этих тем. Удачной учебы!